Дело было летом 2010 года, когда я посетил поселок У, Московской области. Причина приезда была проста. Я приехал в гости к другу. Первое, что мне бросилось в глаза, так это наличие числа 13 в том или ином обозначении. Но и это еще не все. Когда я пришел в местную церковь, я с удивлением обнаружил, что в ней почти нет прихожан, что довольно-таки странно. Для нашей-то страны. Да и для местности тоже. Изначально я не придал этому значения. Но постепенно, все дольше находясь у друга, я начинал чувствовать эту странную, непонятную для меня атмосферу этого поселка. Мне казалось, что за мной все время кто-то следил. А по ночам раздавались очень странные звуки. Изначально я этому не придавал значения. Думал, что перепил или еще чего-либо. Да и все-таки застройка тут довольно-таки плотная. Но в один момент мое мнение изменилось. Как-то прогуливаясь все около той же церкви, а потом и по другим частям поселка, я случайно обнаружил никому не нужный телефон. Прямо посреди местности лежал чей-то телефон. Я его, конечно же, взял и решил вернуть владельцу. Но из чистого любопытства решил посмотреть, есть ли на нем что-нибудь интересное. Куда я попал? Куда я попал? Спасите. Помнили, как мне. Нет. Нет. Куда я попал? Где я? 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 На помощь! На помощь! Нет. Может, я говорю, нет. Нет! Не помню тебя. Домой. Именно это я услышал от своего друга. Он сказал мне, чтобы я ехал домой как можно скорее. И не вспоминал про то, что увидел. Я сел в ближайшую электричку и поехал домой. Подальше от этого поселка. Как впоследствии я узнал из интернета, на территории этого поселка есть своя резиденция у масонов. А что уж они там творят, я не знаю.